О результатах недавней аттестации сотрудников МВД знают, наверное, во всем регионе. Несколько сотрудников пожаловались о предвзятом отношении при ее прохождении с последующим отстранением от должностей без какой-либо причины. Разобраться с этим решили на самом высоком уровне, обсудив резонанс напрямую с коллегами. Чьи-то доводы, что нас хотят провалить на аттестации коллеги, скажу прямо, это неправда. Я лично сам присутствовал на всех заседаниях аттестационной комиссии. Также председатель общественного совета Муса Якубович, что же самое, не то что присутствовал, но и принял отдельное участие. Мы все слышали, все задавали вопросы вам и ваши ответы коллеги. В данном сообщении говорится, что по итогам аттестации было отстранено от службы порядка 70 человек, что уже является недостоверной информацией. Председатель общественного совета МВД по Ингушетии Гадиев Муса лично заинтересовался данной жалобой. Я сам лично присутствовал на аттестационной комиссии и никаких вопросов о том, что кто-то хочет завалить этих сотрудников, якобы министр хочет избавиться от этого батальона. Такого не было и нет. Никто их не увольнял, они были просто отстранены от занимаемых должностей до аттестации. Аттестации прошли, из них 9 человек прошли, из 33 человек 9 человек прошли аттестации. Они уже вернулись на свою работу и работают. Оставшиеся из них 7 человек не прошли аттестации. Третий раз им давали по три попытки. Я не понимаю, если человек один раз пришел, второй раз пришел, на что он надеется, когда идет на третий раз аттестации, потому что он как-никак полицейский, который должен знать свои обязанности. Там никаких вопросов таких, чтобы можно было завалить человека, не было. На совещании присутствует почти весь состав участников аттестации. Заместитель начальника полиции Богомед Мамаев сам не единожды присутствовал на заседаниях аттестационной комиссии. Чтобы все было максимально прозрачно, Богомед напрямую спрашивает сотрудников о данном случае. Вы были подготовлены? Нет, у вас слова, смотрите, вот, ваше, чисто, ваше мнение. Все, вы понимаете, все. Такие непонятные вопросы вам задавали? Сотрудники, не прошедшие аттестацию, смогут пройти ее повторно. Среди присутствующих на совещании есть и те, кто, помимо подтверждения профпригодности, также получил повышение. Ислам Кузиков успешно прошел аттестацию. Ему не составило труда подтвердить свой профессиональный уровень. Как признается Ислам, на заседании аттестационной комиссии задают только те вопросы, которые обязаны знать сотрудники постовой службы. Могу сказать лично про себя. Я там не видел такого, что касающегося личного сотрудника. Последняя обязанность, вопросы там будут. Распространяется такая информация, что в социальных сетях, что здесь якобы хотят больше завалить сотрудника, нежели чтобы он сдал. Правда ли это? Такого я там не видел. Лично я там не видел. Я одного бойца своего отделения представлял там и присутствовал второй раз там. Такого я там не видел. Тоже прошу. На подготовку нового сотрудника уходит как минимум один год. Поэтому провал аттестации негативно влияет на работу всей структуры в целом. Правоохранители будут и дальше бороться с недостоверными вбросами в сети. Ведь, как оказалось на практике, подобного рода информация не несет под собой никакого аргументирования и подтверждения. Идрис Ижиев, Магомед Белокиев, Новости 24. Продолжение следует.